Иррациональное уравнение. Одно уравнение мы сейчас с вами разберем. А другое уравнение, чем-то похожее на это, я хочу предложить вам в конце урока на дом для самостоятельного решения. Для решения нашего уравнения попробуем уединить квадратный корень. Тогда у нас получится корень квадратный под корнем 2 минус x и все это равно корню кубическому из x минус 2. Прежде чем продолжить решение, мы должны потребовать, чтобы подкоренное выражение под знаком квадратного корня было неотрицательным и чтобы то числу, чему этот квадратный корень равен, также было числом неотрицательным. Ну и тогда уже дальше продолжим решение. Так вот, 2 минус x должно быть больше или равно 0 и правая часть корень кубический из x минус 2 также должно быть больше либо равно 0. Решаем систему. Получаем из первого неравенства x меньше или равно 2, из второго неравенства корень кубический из x больше либо равен 2. Первое перепишем, а обе части второго возведем в третью степень. Тогда в левой части у нас получается x, в правой части получается 2 в кубе, то есть 8. Найдем пересечение промежутков. Тогда с одной стороны x должен быть меньше или равен 2, с другой стороны x должен быть больше либо равен 8. То есть заметим, что у нас нет общих точек. То есть пересечение равно пустому множеству. Пишем пустое множество. А это значит в ответ мы должны записать, что данное уравнение не имеет решения. Пишем ответ. Ответ. Нет корней. Ну или можно записать пустое множество. Задача на дом. Это уравнение чем-то похоже на предыдущее, но решение, возможно, отличается от нашего. Свои ответы пишите в комментариях к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok